Новый год – это шумный, веселый и яркий праздник, красочная кульминация которого – запуск салюта в бенгальские огни и хлопушки. А еще это время, когда происходит максимальное количество несчастных случаев. В атмосфере куража люди часто забывают о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий. Чтобы новогодние праздники не были омрачены бедой, следует уделять особое внимание соблюдению мер пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. В первую очередь необходимо покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах и требовать сертификаты соответствия. А также на каждое пиротехническое изделие должна быть инструкция на русском или на белорусском языке. Что касается запуска пиротехнических средств, то необходимо это делать на безопасном расстоянии, удаленно от жилых зданий, а также машин. Также запрещается категорически доверять использованию пиротехнических изделий детям, также направлять пиротехнические изделия в сторону людей и наклоняться над зажженными пиротехническими изделиями, а также которые не сработали, либо повторно их зажигать. Съемочная группа телеканала побывала в одной из торговых точек, где можно приобрести самые разные декоративные огни. Таких магазинчиков в Мозоре несколько. Ассортимент, как говорится, на любой вкус и кошелек. Но так ли просто купить фейерверк? В нашем магазине есть пиротехника, петарды, салюты. Чаще всего покупают петарды, это будут дети после 15 лет при предъявлении паспорта. Если салюты, то как-то больше пользуются спросом у взрослых людей. Тоже предупреждаем о том, что нужно как-то ориентироваться, то есть обложить аккуратненько, чтобы это нигде ничего. Ну, вроде как запускают, не было проблем, не видела, чтобы кто-то жаловался. Также при покупке подобных изделий следует обратить внимание на срок годности, целостность упаковки, совет на все времена. Ни в коем случае не приобретайте пиротехнику с рук. При соблюдении всех вышеперечисленных правил в новогоднюю ночь можно сделать красивое и эффектное зрелище.